Песочница Мы с вами, друзья, наблюдаем такую игру двух мальчиков в песочнице. Но мальчики-то уже выросли и уже на старичков похожи. Но игры их остались прежними. Игры какие? Они делили куличики в песочнице. Не получилось. Один раз бомбил напрочь куличик другого, а этот второй тоже потоптал куличик первого. И вот так возникает такая маленькая, знаете, морально-психологическая войнушка между двумя лидерами. Путином и Байденом, конечно, друзья. И вот во что это выливается? А выливается это всегда в некие такие интересные моменты. Конечно же, третьи лица страдают. Но что Байдену и Путину до этих третьих лиц? Пусть страдают. Они наняты, они холопы. Поэтому пусть страдают. И в этой связи сегодня. Это сегодняшняя новость. Создатель системы мониторинга СМИ для Кремля. Для Кремля. Экстрадирован из Швейцарии в Соединенные Штаты. Вот так Байден мстит Путину. Российский бизнесмен Владислав Клюшин был экстрадирован из Швейцарии в США, где его обвиняют в крупных финансовых махинациях. Адвокат Клюшина связывал арест и запросы об экстрадиции бизнесмена. С его сотрудничеством с Кремлем посольство РФ назвало решение о выдаче новым эпизодом охоты на россиян. Друзья, политика между странами это одно. А вот личное, когда Путин хотел посадить своего братца на престол, снова Соединенных Штатов, а Байден, ну а Байден занял это место. И вот здесь у них, знаете, ведь политика между странами это нечто другое. А здесь личное, такое морально личное, сугубо то, что под ложечкой сосет, оно вступает в действие. И вот таким образом. Понимаете, то, что делал когда-то Клюшин, американцы вычисляют по своим, так скажем, каналам. А что Клюшин делал в Швейцарии? Значит, и из России сбежал. Значит, и в России ему неинтересно. И боится он в России жить. Потому что свои же там могут продать, предать. И ему сетир башка будет. Видите ли, здесь хоть его передают из рук в руки, ну так скажем, гуманно, передают его, чтобы отдать под суд. Но под суд это не российское самосудие и самоправие. Когда приезжаешь, заплатил, и силовики все для тебя сделают. Я имею в виду, конечно, с большими деньгами. Ведь кто-то из команды Байдена мог заплатить. Или в конце концов российские силовики сами решили. Но сделал Клюшин свое дело. И Мавр должен умереть. И так распоряжаются они судьбами других людей. Да им не жалко, им не важно. Ведь они силовики. Они не знают, что сегодня они кому-то говорят, Мавр должен умереть. А завтра им скажут, Мавр-то должен умереть. Ну, такие отношения, да, в России, такие вполне себе допотопные, примитивные отношения. Это даже не отношения леса. Это отношения, ну скажем, бои без правил. Кстати, Владимир Владимирович очень любит бои без правил. Мне как-то присылали видеоролик, где Владимир Владимирович там вдалеке наблюдает за боями без правил. Он сидит, конечно, вместе с Берлускони, со своим ближайшим другом и соратником. Любовь у них такая семейная, надо сказать. Поэтому, ну что же, бои без правил, они не только на ринге, но они и в жизни без правил. И то, что Клюшина забрали американцы из аэропорта Тюрих в Швейцарии, я думаю, для него это наиболее лучшее решение. Может быть, он сам под это подошел. Потому что иначе, а иначе будут бои без правил на российской территории. Он что, просто так сбежал из России? Он на них работал. Но нельзя работать на такое правительство. Мы с вами уже говорили на эту тему, что на Россию работать нельзя. Это самое неблагодарное дело, работать на правительство России. Они используют, ну как разовый, использовали, выбросили. Так и здесь они используют каждого человека и выбрасывают. Я знаю многих генералов, которые животом своим служили верой и правдой Родине и Отечеству. Они думали, что служили Родине, а на самом деле служили тем марионеткам, которых назначили на пост президентов России. А потом они были не нужны. А потом они так по щелчку умирали. Так, запросто. И вот когда тебе становится плохо, не дай бог попасть в больницу военную, в госпиталь. Не попадайте, друзья. Не попадайте. Оттуда вы вряд ли выйдете живым. Если, конечно, вы не ценный специалист и еще нужны Родине. Но, как правило, в эти больницы попадают уже те, кто Родине не очень нужен. Но это мой личный опыт. Я могу ошибаться. Я могу, может быть, только однобоко освещать свое мнение. Но мое мнение таково. Личное мнение. Итак, Клюшин, владелец российской компании М-13, которая предлагает властям услуги мониторинга СМИ и обеспечения кибербезопасности. Его задержали в марте по запросу Федеральной прокуратуры США, когда он выходил из частного самолета в швейцарском Сионе. В Сионе и есть маленький аэропорт. И, конечно же, друзья, приземляясь в маленьком аэропорту, частном аэропорту в городе Сион, можно было бы подумать, что мимо больших властей федеральных ты пройдешь мимо, и тебя не арестуют. Но надо не забывать, что Сион – город, который находится в долине, где находится тот самый туннель Сан-Гатарт. Помните? Это шоу. Это такое сатанинское шоу. Сан-Гатарский туннель. Вы все это хорошо помните? Туда съезжались все лидеры всех стран мира, заинтересованных в этом. И также они садились на этот маленький аэропорт в городе Сионе. Итак, друзья, адвокаты Клюшина подали несколько жалоб на его арест. А российская генпрокуратура потребовала выдать бизнесмена России. Однако швейцарский суд им отказал. И правильно сделали. Но не дай бог вернуться в Россию. Ведь это палочка преткновения, этот Клюшин. И от палочек преткновения лучше всего избавляться по пути следования куда-либо. В субботу в Цюрихе Клюшина передали американским полицейским. Это вчера. Сегодня воскресенье. Так вот, передали американским полицейским, которые сопровождали его во время полета в США сегодня, говорится в заявлении Минюста Швейцарии. Согласно сообщениям министерства, американские власти считают, что бизнесмен мог участвовать в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. По словам адвоката Оливера Сирика, Клюшин обвинения не признает, а рассматривает их как политически мотивированный предлог для экстрадиции. Мы придерживаемся позиции, что обвинения и запрос об экстрадиции со стороны не являются истинными, и настоящая причина его ареста и запроса об экстрадиции в Соединенные Штаты связана с характером его работы и контактами в российском правительстве. Система «Катюша», разработанная компанией М-13 «Клюшина», пользуется большим спросом, и в частности, администрация президента, российское правительство, Министерство обороны, Росгвардия, Генпрокуратура, Министерство юстиции и правительство Москвы. Так отмечает Блумберг. Так, друзья, как же такого гения выпустили из Москвы и выпустили из России? Источники агентства считают, что Клюшин может обладать огромным количеством информации о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Один из коллег Клюшина, Иван Ермаков, был в числе 12 человек, которых Минюст США назвал сотрудниками российского ГРУ, ответственными за взлом серверов Национального демократического комитета, комитета по выборам в Конгресс Демократической партии США, избирательного штаба кандидатов президента Хиллари Клинтон, а также обнародования информации, полученной от хакеров. По данным Блумберг, Ермаков также упоминается в деле против Клюшина об инсайдерской торговле. Насколько я понимаю, друзья, речь идет о торговле документами американскими, которые они выудили во время хакерских атак на сайты президентской команды Хиллари Клинтон и партии демократической. То есть довольно-таки информация должна быть закрытая, ценная и современная. Она не старая информация, поэтому она очень интересна. И они, скорее всего, начали ею торговать. Соответственно, и получили арест. В ответ на все это российский МИД заявил, что глубоко разочарован решением Федерального ведомства юстиции в Швейцарии, а пресс-секретарь российского посольства в Берне обвинил США в охоте на российских граждан. «Вынуждены констатировать, что имеем дело с очередным эпизодом, продолжающейся Вашингтоном охоты на российских граждан в третьих странах», заявил Владимир Хохлов. Ну что же, друзья, еще в июле 2018 года США обвинили 12 сотрудников ГРУ в хакерских атаках перед выборами президента. В чем их подозревали? В заключении, которое опубликовали представители спецпрокурора Роберта Мюллера, названы имена обвиняемых. Вот эти имена. Виктор Нетышко, Борис Антонов, Дмитрий Падин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Маргачев, Николай Казачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осачук, Алексей Потемкин, Анатолий Ковалев. По данным Мюллера, все они были офицерами частей 26-165 и 74-455 Главного разведывательного управления. По данным Министерства юстиции США, в 2016 году представители ГРУ начали спецоперацию, смысл которой заключался во взломе компьютеров, принадлежавших волонтерам и сотрудникам штаба Клинтон, в том числе и руководителя избирательной компании. Представители российских спецслужб получили в свое распоряжение имена и пароли многих сотрудников штаба, получив возможность завладеть содержимым электронной почты многих из них. Они также смогли взломать внутреннюю компьютерную сеть Национального демократического комитета и комитета по выборам в Конгресс Демократической партии США. Российские разведчики также получили возможность удаленного мониторинга компьютеров десятков сотрудников, фактически читая их документацию и электронные письма. В частности, выяснило расследование, они целенаправленно искали в переписке материалы по ключевым словам Хиллари, Круз. Представители обоих подразделений ГРУ также скоординировали свои действия относительно публикации украденных документов для того, чтобы повлиять на ход президентской избирательной кампании 2016 года. Друзья, но если вы представите вот Кремль на месте тех, у кого стащили, то есть у Кремля стащили бы всю документацию, личную, частную, а там столько секретов, друзья, вот стащили, и потом теперь ею торгуют через несколько лет. А если такую документацию стащат у Министерства обороны и снова тоже будут ею торговать, поэтому понятно, что американцы в лице Байдена, в лице победителя выборов пытаются сегодня отомстить сотрудникам ГРУ, которые занимались этим проектом. Но если сотрудники ГРУ не смогли уберечь своего главного человека в этом вопросе, то такая ситуация. то такая ситуация значит ГРУ у нас ослабели. Ну, или смотрят больше в свой личный карман, в свои личные банки, но никак не на защиту тех, кто работает на них и кто делает им громадное состояние. И чьей информацией они сейчас торгуют. Так кто прав, кто виноват? Да, обе стороны хороши, друзья. Обе стороны играют и дерутся в своей песочнице. Куличики делят и мальчики, как всегда, делятся тем и спорят у кого чего больше. Я Таня Карацуба, Сиитбургхан. И ГРУ Сиитбургхан. Субтитры создавал DimaTorzok